Доброе октябрьское утро! Ну что, вроде бы по нашему двору не видно, а вот по соседской машине, там вот стоит у соседа машина красная, микроавтобус, наверху изморозь. А у Саши, по-моему, первые заморозки. Прямо... Ты же видел, да, Сань? У нас вроде бы нету. Не-не-не-не, то было изморозь. Ну, холодная, такая как изморозь тоже прямо. Ну, слава богу, у нас еще ничего. Ну, мы тыквы убрали, вот эта перца еще немножко осталась, и этот, буряк. Ну, буряк, он не боится, он уже будет бояться, там, когда большие морозы будут. И что-то еще я думала, а груши мы сегодня снимем, потому что они... И яблоки уже можно снимать, потому что морозом... Тут тех яблок, аж ничего. Но все равно, капусту купила, буду квасить. Знаете, сколько еще огурцов, этих помидоров, я уже не знаю, что с них, сяки можно наобить их. Самое главное, чтобы воду не прихватило. Ну-ка. Та не, не, все нормально. Такого мороза еще не было. Ну, смотрели, то... Сегодня день будет шикарный. Солнышко, спокойно, за грибами, на рыбалку, кто куда может ехать. Тем более, в воскресенье работать ничего не надо. Ну, а мы встали, сейчас будем завтракать. Таблетки попили, ходиму. Пів часа ничего нельзя ести, так что мы ходим, думаем, чтобы нам завтракать. У нас друг пришел, дивиться. А что там? Что там, ляляк винюха? Значит, что там? Что слазало, наверное? Наверное, улицки. А вот и сломатые, наверное. Тишенька, а что там? Тисюня. Что там, мой халёси? Как дела у тебя? Кто тут не обижал? А тот ворон тебя не обижал, не? Боня не обижал тебя, не? Ты на рыбалку не ездил, Серёжа? Нет. Серёга пришел до нас. Не ездил. Плохо. А мы вам тепло привезли, Серёж. А ты завтра на роботе чи в выходной, Серёж? Завтра на ночь. Можна на рыбалку завтра поехать? Таранка конкретно. Да? Это на камнях. На фантазию. А, под Днепру. Надо ехать на камни, Сань. А мы в такое же время уже ездили на камни, наверное, начинали. Давайте завтра поедем на камни, посидим. Попробуем. Так, ладно, мальчик. Из вами хорошо бы, из вас лучше заниматься. Достала рыбу, разморозила. Размарин посыпала. Он очень сухой, уже засох. Ну, ничего страшного. Пожарим рыбку. И свекла варёная. Вот у меня в морозилке была. Она уже потёртая, варёная. Сделаю салатик на ужин. Так что, Саша на мангале будет жарить. Не знаю, может и картошки пожарить, но я картошку есть не буду. Так что, сегодня погодка замечательная. Просто замечательная. Саша мой занимается там своими делами. Я своими кухней. Да, постирала. Машинка постирала. Да, и потихонечку гладить начала уже. То, что утюжить. То, что вот на море я его глажу. В шкаф складываю. Потом раз в чемодан, если быстро вот едем. И поехали. Ребяточки, солнышко, ночью холодно, ужасно, 7 градусов. Утром холодно, а днем солнышко и благодать. Я вам хочу показать. Посмотрите, Саша что собрал. Я думала, там пять тыковок. Вот сколько тыковок. И они такие вкусные, ребята. Мы даже самую зеленую я готовила. Вы видели уже, какие они вкусные. Вот это тыковок куча. Вот такой цвет должен быть. Когда уже полностью она созревает, вот она должна быть такого серого цвета. Вот такая. Ничего себе. Я что-то отбираю, чтобы бабушки. Тетя самая большая. Не, она хочет велик. Такие принципиально, Саша, не особо велик. Вот так, чем ходить, дядь. Вот это да, сокотыкова. А почему же не все? Не все еще? Ё-моё. Вот сюда мы ее будем на чердак ховать и будем готовить. Какая вкуснятина. Вот это, вот это спелое. Вот это уже спелое. Вот это, вот это, вот эти две, это спелое. Ничего страшного. Зеленое мы вчера продегустировали. Очень вкусное. Так что, вот такой урожай тыковок у нас. Ничего себе. Немаю с помидорами зелеными. Закрываю. То есть на кухне. А Саше, конечно, задачу. Сегодня хотел он сделать вторую половину дверей. Ну, не знаю, получится. Наверное, не получится. Уже с понедельника. А может чуть-чуть позже. Сегодня хочу поехать в магазин, потому что дома конь не валялся. Ничего нету абсолютно. Ну, я имею в виду молочки и тому такого. И он уже бедные часа три носит вот это все на прицеп. Оно там высохнет. А потом посмотрим, куда. Или его на огород выбросим. Ну, короче, надо его убрать оттуда, потому что там с него толку не будет. И он бедный. Я же говорю, часа три. И тут борется с этими кабаками. А, так ты уже все тут чекмардер сделал. Ой, молодец. Смотрите, уже даже аж не верится, да, что было такое. А потом лисия будут падать. Мы тут их оставляем, потом прикапываем. Все. Как и не было кабаков. А вы шли убирать, а соседка идет и говорит, ой, Алла, важно не было дома. Бачу хлопца через забор. А мы не смотрели. Смотрим на яблоню. А правда, яблок-то нету. Вообще, он одно-два висит. Все яблоки оборвали школьники. Ну, такие, которые там в футбол играют. Ну, школьники. Я говорю, так а едят. Это такое дело. Я же говорю, за Царство Небесное. Ну, единственное, что они же могли забор поломать. Мама во дворе. Они там отвлекают. Тыковки мы тут гуляем, бабушка гуляем. Видишь, как? А сами все яблоню обнесли. Ну, на ничего. Все-таки. Хай едят. Ну, просто шо. Хорошо, что так закончилось все. Обнеслись на глушняк. На глушняк. Теща проспала, да? Так, чтобы она делала, я не пойму. Я ей уже позвонила. Говорю, мама, ты знаешь? Наверное, в гостях. У дедушки. У дедов соседей. О, как ты любишь свою тещу. А я ей говорю, мам. Плохой себя сторож проспала. Тебя, говорю, дети обманули. Каже, вот такие. Говорю, ну, ничего. Хай едят. Не жалко. И хай и детям. Ну, это уже во дворе у нас. Понимаете? Если кабаки за двором. И, кажется, Зина. И они, как у футбол. Сначала яблок наворовали полно. Потом в другой раз иду. Вона к соседке ходит. Иду. А они вот эти кабачки манесенькие. Вот такие подрывали. И, каже, футболик. По всей улице кабаки валяются. Кажут. Ох, засранцы. Ну, кабаки все таки за двором. Ну, а яблоня. Главное, что яблоки такие добрые. Их и так небагато. Ну, хай едят. Это ж так и дело. Что ж. Посмеялась. Я говорю, просрали. Проспала бабушка. Сторож никудышний. Проспала все яблочки. Ну, ничего. Что ж. Саша все время хочет чистить ворота. Одну половину он же почистил и погрунтовал. А вторую не говорю. Саш, ну, не надо. Воскресенье. Люди отдыхают. Ну, зачем? Так он нашел работу. Молодец. На той яблоне полностью оборвал яблоки. Ну, школьники оборвали. Но все равно, смотрите, немножко осталось. У нас все равно негде их хранить. Завтра буду посылку передавать. Димке передам. Чуть-чуть, где получше. А эти шарлотку, наверное, приготовим. Будем кушать. Они очень вкусные, эти яблоки. Очень. Значит, они у нас экологически чистые, если осеница кушает. А чем занимается Саша, я вам сейчас покажу. Вот это же я вам рассказывала, что вот эта груша соседская, она нас задыбала. Она больна. Вот это паршалик, эта болезнь называется, и до нас переходит. И ихни груши все у нас. Поэтому Саша, видите, обрезал эти ветки. Но он не бросил людям. Это ихни ветки. Он не бросил их во двор. Он собрал его на прицеп. Говорит, хай, мантышке привьяны, там обрежу, что на шашлык. А то посвязываем. Короче, выкинем. Так что чужие деревья нам вон и, конечно, идут. Вчера ж мне показала, купил секатор. Говорит, что хорош. Но тот был мощней. Ну, понятно. Ага, ребят, мы купили вот этот патруль. Забыла сказать. Уже в подвале мы посыпали этим, потому что слизняков куча. Обратите на это внимание. Купил вчера круги для этого, для, как он называется, ворота шкурить. И вот эти респираторы, потому что маска-то не помогает. Он вообще, когда я увидела, что он шкурил без огня. Ты что, с ума сошел? Респиратор. А что тут еще? А, и морковку. Ой, я уже забыла за ней, я вам показывала. И краску купили. Вот такую коричневую. Вот такую коричневую краску для ворот. Будем красить ворота. Орундовка есть, а краски нет. Я не знаю. Я уже закрываю, закрываю эти перцы. Ребят, а вон и есть, и есть, есть, и есть. Я уже заморилась с этой консервацией, честно. Уже Саша меня ругает, ретала. Некуда надевать, некуда надевать. А что же делать? А что же делать? Смотрите, как хорошо обрезал. Теперь уже оно к нам не будет летать. Ну, груша и листья, и листья ж до нас летают. Листья постоянно. Так, что у нас с клубникой, вы меня спрашиваете, ребятки? Ну, некоторые, конечно, хондурики, а некоторые ничего. Смотрите, пустила эту, как называется, серединку. Вот. Ну, может, здесь пропало, может, здесь пропало ничего. Ну, вообще-то нормально. Сегодня мы груши снимем, потому что они уже готовы. А что он там в шкрябах? Диви, как он тут выхоптал. Ого. В ботинках. Диви, как сделал прямо полигон. И он тут ходил. А что он тут в шкрябах? А ты и цю подстриг, ёшкинку. И провода, если бы как-то срезать. Такие провода. А что они тебе мешают? А зачем они тут? А они ж типа срезали, а тут неудобно ей было, они оставили. Это радио. Там, где был металл, они познимали у цих работников. А это просто... Санька наш закутывает. Убирает. Ну, ты сюда селись. Ну, ты сюда селись. Не знаю, достанет лестницу, чтобы срезать. Или нет. Достанет, наверное. Ты сюда кидай этих. Видите, сколько у нас компотс на яма, сколько у нас здесь этих. А вот это же оно размножается. Но мы не будем в цем. Это уже до червейной долизочек на рыбалку ехать, Сань. А вот это яблочки. Дивись, какие хорошие. Повыкидавцы я пособираю, потом сделаю компот. Все, как мордер. Вот это ойсеночная сейчас падает. Вот у нас вся черешня. Боже, зашли я и так побрезал. Вот надо было в тебя лестница, надо было вот эту херню, ой, извините за выражение, чтобы пошла туда. Ей надо было срезать вообще. Я, честно говоря, бы вот цей болван вообще состригла. Пилой тогда сделан весной, Сань. Ты бачите, там он одни сиськи. Он, наверное, закрывает на него, риже, риже. Ну, вообще, она уже стара. Она уже стара. А я подумаю, как вот это ей... Ну, что, срезать и все? Потому что тут корни не выемешь. А срезать не хочется, потому что тень делает хорошо эта вишня. Посмотрите, что делается. Мыли. Гляньте, сколько грязи. Да, никто его уже мыть не будет. Ничего. Боже мой. Это надо закрыть глаза и не замечать. Шелковица выгнулася. И будет хороша. Будем подрезать, и будет хороша. Не хватает у нас. Нас катастрофически не хватает земли. Нам бы хотя бы еще сотки три. Сотки три, и было бы замечательно. А так, то, что ты хочешь, ты не можешь посадить. То, что ты думаешь, не можешь сделать. Мало земли. Совсем мало земли. Ну, не повезло. Я вам же рассказывала, что у нас напротив у людей 15 соток, потому что они живут, считается, у них сельское раздавали от сельсовета. А у нас городская. Городская. Поэтому вот такая фига мань. Ой, как же ж меня у тебя убят на нервы действия. Ну, ничего страшного. Я уже, знаете, что, честно, я думала, что, думаю, можно начинать вот это все обшить ее так ее красиво вместе под дом. Перекрыть там эту. А потом думаю, ну нахрен она нужна. Хотя мы, когда уберем эту, будет все видно соседские вот эти все ихние, как говорится, неполадки. Ну, подумаем, ничего страшного. Так. Я же скажу, что я уже заморилась в этой консервации. Делаю, 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 делаю. Не знаю. Сейчас делаю опять этот. Не в банке, а в каком-то полиэтилене. Завтра будут Димке посылку будем передавать. Малыны хочется? Че не хочется? Уже и вы не хочете, малыны, да? Уже воно вам тоже тошнит. Мне уже тоже и не хочется, ребят. А воно есть и есть. Да, вишу роботи. Девица, ребят. Посмотрите. Да? Вот это да. Надо сюда положить, потому что воно бедненькая и важко. Воно ж важко там. И вот еще, гляньте, сколько зеленый. Сахар дорогой, кто ей бы даровывайте. Молодые побери. Смотрите. Кто-то писал, я такой хочу малынки. Мои хорошие, приходите. Я тебе знаю, что я оце думала уже нарвать малынни до моего подушки. Тут и Менчуцкая. Дать. Оце богиня приехала, дай поила. А то, что заказание, та сила на машину, дай приехала. Просто поила. Я ее уже закрывать не буду. Уже мне нема сил. Ее закрывать. Дивите, что делается, ребят. Это просто гороху. Ой, ягода-малина. Где-куда упала? Резкости нету, да? Так, ладно. Не буду. Ой, еще дай мне помидоры. Мама привязала, а то у тебя идет трамбовка. Все идет. Еще и нормальные помидоры. Оце надо. Семена. Лариса, я хотела, чтобы она и так засохла. Я вот это так беру, раскиду ее. И у нас тут сами. Это же падали лишние. Они сами сходуют. Вот так вот берешь. Видите, семена. И вот так покидал. Ну, все, а это уже можно выкинуть. Сухое, видите, как хорошо. Они тут вырастают сами. Осенний. Астра – это осенний цветок, самый последний. Я, между прочим, еще это уже вырву. Я, между прочим, еще не досадила этого. Густо, ребятки. Дуже сомневаюсь. Розы, вот эти, что брала у Виталика. Яки принялись, а яки не принялись. Я бачу. Ну, уже буду весной смотреть. Смотри. Видите, вот это вот уже пропало. Это я так открыла, показать. Видишь, не годится. Это пока пусть постоит. Это может что-то, хотя, уже тут все почки вон. Хотя тут зеленое, еще не надо вырывать. Видите, что я сделала? Зачем я их вырвала? Ладно, накрыть всю. Не спищите. Ну, вам не... Вот скажите, мне вот эта роза была у меня на голове. Зачем я ее открыла? Вот зачем я ее открыла, чтобы выкинуть? Потому что ума не мая. А нет, почернела. Все успокоилась. А то разнервничала. Такой цвет красивый. А я, знаете что? Я же обрезала эту черную. Я не выбросила. Я опять в бутылку посадила. Что спримется? Посмотрим, что у нас спримется на следующий год. Угощайтесь яблоками. Настесняйтесь. Берите яблоки. Киваны Смачни. Дайте канонных. Это... Смотрите. Прямо... Видите, какой налет. Природа создала так. Так, ладно. Поднимаем трюшки настроение, да? Продолжаем дальше.